Здравствуйте, уважаемый Сергей Викторович. Хотела от лица всех присутствующих в зале в первую очередь вас поблагодарить за то, что вы нашли время, чтобы приехать к нам. Меня зовут Ляльна Ксения, я студентка первого курса факультета управления и политики и хотела задать вам следующий вопрос. В июле Россия, США и Иордания договорились о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации, однако встретили жесткую критику со стороны Израиля. Как вы считаете, с чем связаны подобные действия страны? Я бы не сказал, что это решение стало каким-то шагом в сторону игнорирования интересов безопасности Израиля. Когда это решение готовилось, то наряду с трехсторонними контактами российско-американно-иорданскими израильские партнеры информировались о том, в каком направлении эта работа движется. И поскольку по завершении основной части этой работы, потому что еще модальности конкретного функционирования этой зоны, обеспечения мониторинга в этой зоне, наблюдения за ненарушением прекращения огня, наблюдения за доставкой гуманитарной помощи, еще предстоит согласовать, хотя зона уже функциональна. Мы слышали, и в том числе во время визита премьер-мюстера Нитаньяху в Сочи для переговоров с президентом Путиным, что Израиль по-прежнему озабочен своей безопасностью. Ну, это вещь, которую мы прекрасно понимаем, и всегда во всех наших дискуссиях, во ближневосточной проблематике, будь то сирийская, будь то ливанская, будь то палестино-израильская, мы исходим из того, что в любой договоренности, их, к сожалению, пока не так много, интересы безопасности Израиля должны быть обеспечены, естественно, как и безопасности всех остальных стран. И мы заверили наших израильских коллег, что если у них и есть какие-то опасения насчет того, что их безопасность будет уязвлена, то они, в общем-то, не должны иметь под собой каких-либо оснований, потому что мы твердо привержены тому, чтобы этого не произошло. Я думаю, подтверждением того, что так оно и есть, является комментарий самого премьер-министра Нитаньяху в ответ на измышление какой-то израильской газеты о том, что ее встреча с Путиным в Сочи закончилась плохо. Он назвал это абсолютной неправдой. Вот, собственно говоря, наверное, самый хороший ответ. Спасибо большое за ответ. Добрый день. Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Сафарян Ливон. Я студент первого курса Международного института энергетической политики и дипломатии по направлению международных отношений. Для меня большая честь задавать вопрос с общепризнанным дипломантом номер один в мире. Сергей Викторович, еще император Николай I в свое время в беседе с послом Франции Сен-При говорил, «Брат мой завещал мне крайне важные дела. Самое важное дело – восточное». Генри Киссинджер в книге «Мировой порядок» также отмечает, что события на Востоке, в частности в Сирии, показывают чудовищную тенденцию распада государственности, постоянных споров и войн. И, несомненно, в таком регионе, как Ближний Восток, огромную роль играют ключевые региональные державы, одна из которых, конечно же, Катар. Как, на Ваш взгляд, сирийский вопрос влияет на развитие двухсторонних российско-катарских отношений? Спасибо большое. Да, ну, нет ничего удивительного в том, что Ближний Восток, Балканы, вот этот такой постоянно огнедышащий регион, постоянно привлекающий к себе различных внешних игроков, причем не только соседних, но и издалека, он остается в центре внимания мировой политики многие века. Отсюда Вы перекинули мостик к нашим отношениям с Катаром, ну, отношения у нас очень хорошие. Мы вообще со всеми странами региона, включая все страны Персидского залива, и Арабский, и Иран, выстраиваем доверительные отношения, всегда основываясь на желании понять конкретные интересы, которые наши партнеры продвигают в той или иной ситуации. Мы не согласны с теми, кто заявляет, что ту или иную страну в этом регионе, в частности, нужно просто посадить в коробку, как говорится, если прямо с английского переводить, и вообще не выпускать за ее границы, чтобы она нигде ни на кого не влияла. Это нереально. Любая страна, и большая, и маленькая, имеет свои интересы, которые в современном мире не могут ограничиваться ее внутренним периметром, так сказать. Всегда будет интерес работать с отечественниками, с соплеменниками, с сторонниками той же конфессии, которой ты принадлежишь. Поэтому наша поездка вот в этот раз была и в Кувейт, и в Эмираты, и в Катар. Через несколько дней едем в Саудовскую Аравию и Орданию. Со всеми этими странами у нас хорошее отношение. И если говорить о сирийском кризисе и как он влияет на наши отношения с Катаром, знаете, с момента, когда администрация Обамы полностью оказалась несостоятельной в выполнении договоренности, которую мы достигли с Джоном Керри еще в сентябре прошлого года, а несостоятельность эта объяснялась тем, что они провалили свое обещание отмежевать бандитов из Джахатан-Нусра от нормальной оппозиции, и они расписались в беспомощности, мы поняли, что нужно искать партнеров, которые договороспособны, и таковыми оказались Турция и Иран. Мы договорились с ними о начале астанинского процесса, к нему подключились в качестве наблюдателей и орданцы, и те же Соединенные Штаты уже при администрации Дональда Трампа. Этот процесс продолжает активно работать, в рамках него одобрено и реализуется на практике концепция создания зон деэскалации. Об одной мы только что говорили, юго-западная зона. Созданы также зоны в Восточной Гуте и в районе Хомса. Они также налаживают свое функционирование достаточно успешно, и там решаются вопросы и патрулирования, и мониторинга, и доставки гуманитарной помощи. Причем и мы, и наше Министерство обороны настойчиво просим международной гуманитарной организации не тянуть с направлением такой помощи под предлогом каких-то выдуманных проблем с правительством Башара Асана. Проблем нет, безопасность обеспечена. Дело все в том, чтобы эту помощь направлять непосредственно в эти зоны по тем маршрутам, которые наиболее эффективны. Но наши партнеры, к сожалению, пытаются сохранять так называемые трансграничные маршруты, которые использовались с территории Турции и с территории Иордании при практически отсутствии какого-то контроля со стороны ООНовцев. Там просто физически трудно это обеспечить, а важно понимать, что в тех или иных грузах перевозят. Уверен, что большинство там гуманитарных товаров, но учитывая, что на территориях стран региона действуют различные неподконтрольные никому группировки, могут быть и злоупотребления. Мы этого хотим избежать. И когда мы стали работать в астанинском формате с Ираном и с Турцией, мы специально поинтересовались у наших коллег в регионе, у арабских коллег, устраивать ли их такой формат. И вот конкретно Катар, как и Саудовская Аравия, сказали нам, что их подходы к сирийскому регулированию представляют Турции. Но параллельно с этим мы вели двусторонний диалог и с Ирлиядом, и с Дохой. И вот мой нынешний визит подтвердил, что у нас, в общем-то, с Катаром по большому счету есть нюансы в подходах. Да, мы более близки с проправительственными силами, они более близки с оппозиционными силами. Но желание прекратить войну, понимание важности использовать в этих целях зоны деэскалации и понимание важности налаживания прямого диалога между всеми нетеррористическими вооруженными отрядами и правительством у нас абсолютно идентичны. Так же, как нам катарские коллеги подтвердили, что необходимо создать светское, обеспечить светский характер сирийского государства, в котором все этноконфессиональные группы будут пользоваться равными правами, будут одинаково защищены. Так что, повторю, легких партнеров, наверное, нигде нельзя найти, но если ты слушаешь своего собеседника и стараешься услышать его, то он отвечает взаимностью, и тогда вы находите решение, которое позволяет двигаться вперед. Это сложнее, чем требовать, чтобы все подчинились твоему мнению, а не подчинившихся тут же без всякой дипломатической дискуссии загонять в санкционные режимы. Гораздо сложнее. Но то, что это продуктивнее в миллион раз, у меня сомнений нет. Здравствуйте, меня зовут Котина Анастасия, я студентка первого курса Одинцовского филиала МГИМО в факультете политологии. Сергей Викторович, многие студенты МГИМО после окончания университета направляются на работу в заграничные учреждения. Расскажите, каковы были ваши впечатления о вашей первой заграничной командировке? Ну, я сразу же после института действительно поехал в командировку в высоком качестве секретаря референта в посольство в Коломбо, в Шри-Лангу. И когда самолет приземлился, там несколько человек летело у нас, еще дежурные коменданты. Нас встречал такой микробас с сотрудником посольства, водитель был. Ну, кругом темно уже, мы едем, там какие-то цикады, лягушки квакают. Минут 20 едем, спрашиваем, а далеко до города? Он говорит, а мы в городе. Поэтому, и я там провел 4 года, и, конечно, прекрасная страна. Они только-только вышли из гражданской войны, но природа очень щедро. Цейлон, она не Шри-Ланку одарила, великолепные пляжи, великолепные горные районы, и можно в чем нескольких часов из комфортного горного воздуха попасть на жаркий пляж. И, конечно, исторические памятники. Старый город Канди, старый город Новорелия. Адамов пик, там есть такая горная вершина, по легенде. Именно туда попали Адам и Евы, когда их изгнали из Эдема. Но, конечно, страна была после гражданской войны, только-только, и там многое было не в порядке. Я оказался во второй раз где-то года 4 назад в Шри-Ланке, и ностальгические чувства, конечно, сразу же взыграли. Но мне очень понравилось, что она уверенно развивается, становится краше. И для нас наиболее важным было то, что уже построили новое российское посольство, которое стало проектироваться, когда я там еще находился, в 1973 году. Поэтому долгострой, он, к сожалению, свойствен и зарубежным нашим партнерам. Там были, правда, бюрократические сложности, но прекрасное посольство, мне очень радостно. А вообще первая командировка – это всегда новый мир, открытие для себя новых друзей. И даже кто, если бы бывал за границей в туристических целях, до того, как поехал туда работать, это совсем другая уже история. Здесь уже ты общаешься, понимаешь, что это часть твоей работы, и что ты должен и в идеале удовольствие получать от общения с зарубежными партнерами, но и понимать, как это тебе поможет формулировать те вещи, которые требуются от тебя послужебного обязанности. Спасибо большое за подробный ответ. Добрый день, Сергей Викторович. Огромная честь начинать свой путь в МГИМО со встречи с вами. Меня зовут Иванова Мария. Я являюсь студенткой первого курса Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО в направлении менеджмент. И поскольку стороной моей специализации является Франция, я бы хотела задать вам следующий вопрос. Известно, что Франция со времен основания ЕС играла значимую роль в судьбе Евросоюза. По вашему мнению, изменится ли траектория развития Европы и Евросоюза с приходом нового лидера Франции? Макуран обещает именно это и заявляет, что у него скоро будут конкретные идеи, как Европу встряхнуть, возродить, вернуть ей такой активный интерес к тому, чтобы все-таки решать свои проблемы, преодолеть сложности, связанные с Брекзитом, связанные с, прямо скажем, засильем брюссельской бюрократии, что вызывает недовольство не только у открытых критиков Еврокомиссии, таких как Польша, Венгрия, ряд других стран, но и у грандов Германии и Франции это подспудно все равно проскальзывает. Но это понятно, Германия самая мощная страна, и, наверное, это должно быть отражено в том, как функционирует Евросоюз и как там принимаются решения. У кого больше веса экономического, финансового, политического, наверное, тот вправе претендовать на то, что его голос будет звучать громче и весомее. А еврокомиссары очень часто считают, что они самые главные, и поэтому национальные правительства, значит, можно игнорировать. Так же, как вот сейчас, например, происходит с Северным потоком-2. Есть официальные заключения юридической службы Еврокомиссии самой о том, что проект никоим образом не нарушает действующие в Евросоюзе правила и не требует никаких там дальнейших согласований, а Еврокомиссия говорит, что, ну да, наша юридическая служба это сказала, а мы будем по-другому думать. Даже не Еврокомиссия, а отдельные Еврокомиссары. Это вот пример того, как действия Брюсселя воспринимаются в качестве, ну, тормозов на пути реализации взаимовыгодных проектов. И за последние несколько лет Франция действительно как-то была больше поглощена какими-то политическими инициативами, внешне-внешне политическими, и мало внимания уделяла Европе, как бы отдавая лидерство Берлину. А сейчас президент Макрон сказал, что он считает важным не только сохранять германо-французскую связку, но и делать ее более сбалансированной. Поэтому это его решение. Мы будем, естественно, наблюдать, делать выводы, поскольку для нас не безразлично, как развивается Евросоюз. Мы хотим видеть его единым, сильным и опирающимся на принципы межгосударственного общения, которые всегда использовались в нормальных ситуациях. Это равноправие, взаимное уважение и поиск баланса интересов. Спасибо большое за ответ. Сергей Викторович, здравствуйте. Меня зовут Демина Анастасия, я выпускница Горчаковского лица МГИМУ и студентка первого курса факультета международных отношений. Представляется, что США рассматривает российскую дипсобственность в Америке как разменную монету. Скажите, пожалуйста, правда ли это? И если правда, то что хотят американцы получить взамен? Вы знаете, я даже не хочу, честно говоря, это комментировать, потому что мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно, аррогантно указывая на их место, по его разумению, которые должны занимать все остальные страны. Санкции против нас начались еще в 2013 году, задолго до украинских событий, и придумывались разные поводы. История была раздута вокруг трагедии с юристом Магнитским. Сейчас выясняются многие интересные факты, которые те, кто стоял за раздуванием этого скандала и за принятием на этой основе санкций, стараются замотать, пытаются воздействовать на суды, в которых рассматриваются иски в отношении того же самого Браудера, напрямую завязанного по убеждению наших следователей в аферах, которые привели к смерти Магнитского. Ну и потом другие были санкции, потом на нас обижались из-за того, что Эдвард Сноуден просто решил не лететь туда, где ему грозила смертная казнь, и попросил у нас убежище по гуманитарным соображениям. Обама даже тогда отменил в 2013 году визит в Москву, который был согласован накануне Петербургского саммита группы 20. То есть вот это вот неумение воспринимать реальность, оно очень характерно, вот по крайней мере для администрации Обамы, вот в этой связи. Да, человек, человек попросил политическое убежище. Да, в Америке просят политическое убежище миллион людей, а остальных они сами выкрадывают и обвиняют в чем угодно. И вот Сноуден, который, да, наверное, он совершил какие-то неправомерные действия по американским законам, но нам, американцы, вообще никого не выдавали никогда. Даже когда это были люди, совершившие преступления в России. А он в России ничего не нарушал и попросил защитить его от американской Фемиды, которая вполне могла его приговорить к электрическому стулу. А еще один такой немаловажный факт, пока он летел из Гонконга в Москву, чтобы дальше пересесть на рейс в Латинскую Америку, у него аннулировали паспорт. И мы по законам, по всем, международным в том числе, не имели права его никуда выпускать из аэропорта. Там и решалась судьба его убежища, предоставления ему убежища. Так что, когда президент Обама, вот, наверное, наверное, он какие-то комплексы испытывал, что проявилось вот и в неспособности выполнить договоренность о сирийском урегулировании. Американцы просто оказались неспособны это сделать. То, о чем договорились конкретно, и то, что однозначно отвечало их интересам, не смогли, потому что не захотели, может быть, а может быть, казалось, неспособны ту самую Джабхат Ан-Нусру отделить и прекратить с ней сотрудничать. Наши подозрения всегда крутились вокруг того, что они хотят ее использовать потом, впоследствии для свержения режима Асада. Ничем они пока не подкреплены, кроме как фактами. А факты говорят о том, что они против Джабхата Ан-Нусра не борются и свое обещание изолировать ее не выполнят. Ну и вот, не знаю, может быть, на почве расстройства и внешней политикой, поражением демократической партии на президентских выборах президент Обама совершил абсолютно, я считаю, неприличный шаг за день до Нового года, выгнав 35 наших дипломатов, что семь ими представляет собой больше 100 человек, дав им срок на то, чтобы они убрались два дня, что означало, что они не смогут дождаться прилетавшего через три дня прямого рейса Москва-Вашингтон, должны будут ехать в Нью-Йорк с детьми 500 с лишним километров в не очень простых условиях с багажом и прочим-прочим скарбом. Это было такое, знаете, не очень благородно со стороны, тем более, Нобелевского лауреата Нобелевской премии мира. Просто специально людям создали условия, когда они должны были натерпеться физических, там, бытовых проблем из-за того, что им дали два дня на отъезд, а надо было еще собирать вещи и уезжать. Конечно, российское руководство направило туда спецрейс, всех их нормально, по-человечески вывезли. Вот. И плюс арестовали, а по сути дела национализировали собственность. И мы думали, что, конечно, эта администрация сможет проявить здравый смысл, но, к сожалению, этого не позволили. Не позволили русофобы в Конгрессе, как вы знаете, приняли закон, в котором вот эту отнятую нашу собственность теперь невозможно вернуть, если на то не будет благословения самого Конгресса. А в нынешнем составе Конгресса и в нынешней ситуации истерики антироссийской это практически невозможно. Ну, это нарушает и американские законы, это наши государственные собственности. А в Америке собственность может быть отняты только по решению суда. Но их это не останавливает. У них специфическое понимание того, что такое правовое государство. Как вы знаете, мы ответили, я считаю, абсолютно адекватно. Мы не стали каких-то делах, чрезмерных шагов. Попросили их привести в полное соответствие количество дипломатов. У нас и у них. Причем, опять же, я считаю, очень благородно, если хотите, включили в число дипломатов не только наши двусторонние дипломатические миссии в США, но и представительство России при ООН. Хотя оно никакого отношения к российско-американским отношениям не имеет и аккредитовано не при Белом доме, а при Генеральном секретаре ООН. А это все-таки больше 150 человек. Так вот, мы дополнительно американцам позволили сохранить на 150 человек больше сотрудников, занимающихся двусторонними вопросами в России по сравнению с сотрудниками, которые занимаются двусторонними вопросами в США, нашими. И мы считали, что это справедливо. Ну и, в общем-то, тоже попросили их прекратить использовать собственность, которая ни в какое сравнение не идет с двумя комплексами под Вашингтоном и под Нью-Йорком. Там это серьезные очень объекты, где можно отдыхать, где можно принимать иностранных гостей, спортом заниматься. А здесь это небольшая территория в Серебряном Бару и небольшой склад, где там они что-то хоронили. Вот. Ну а то, что вчера мне сообщил Рекс Тилерсон и потом нам в ноте расписали, ну, такое у меня двойственное ощущение, они хотели явно как-то зацепиться за нашу логику о том, что вот 455 дипломатов это паритет. И вот они от логики паритета стали отталкиваться и сократили на одну единицу наше количество наших генконсульств в Америке. У нас были генконсульства в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Это история давняя, потому что, когда был Советский Союз, у них тоже было четыре генеральных консульства. Москва, вернее, Петербург, Екатеринбург, Владивосток и Киев. Когда Советского Союза не стало, Киев, естественно, перестал быть местом, где находится американское генконсульство в Российской Федерации, мы им предложили открыть четвертый генконсульство на территории России. Они сказали, нет, спасибо, нам трех достаточно. Поэтому здесь о паритете, конечно, можно говорить, но паритет все равно остается специфическим, потому что, как я сказал, в количество дипломатов мы засчитали сотрудников представительства при ООН. Я вот сейчас говорю об этом и понимаю, что какая-то такая тема, влезать в эти детали не очень хочется. Отмечу, кстати, что закрытие генконсульства в Сан-Франциско, о котором было объявлено, также сопровождалось требованием освободить его за двое суток. Мы дали американцам время на то, чтобы они привели количество своих персонала в соответствии с количеством нашего персонала в США в течение месяца, а нас вот 35 человек семьями выгнали за двое суток и сейчас заставляют закрыть генеральное консульство за двое суток. Правда, сказали, что все те, кто работал в генеральном консульстве еще в двух точках, в основном занимавшихся экономическими вопросами в Вашингтоне и в Нью-Йорке, они не обязательно должны уезжать, если не хотят, они могут быть переведены в другие наши загранучреждения, то бишь в посольство и в генеральное консульство в Хьюстоне, в Сиэтле и в Нью-Йорке. Мы сейчас, мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим, отреагируем, как только закончим этот анализ, но хочу сказать, что эта вся история с обменом санкционными выпадами, она затеянная была не нами, затеяна была администрация Обамы, затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения, не позволить Трампу выйти вот на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями, чтобы максимально затруднить ему выполнение своих предвыборных заявлений о необходимости отношения с Россией нормализовать. Президент Трамп сейчас эти заявления повторяет. Президент Путин неоднократно говорил, что и мы в этом заинтересованы, но должно быть движение встречное, взаимоуважительное, и мы к этому готовы. Разговор на эту тему продолжится, независимо от того, когда и как мы отреагируем. Спасибо. Добрый день, Сергей Викторович. Я Кузнецова Анастасия, студентка первого курса факультета международных экономических отношений. Я хотела бы задать вам следующий вопрос. На пятом году членства России во Всемирной торговой организации в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект о денонсации протокола о присоединении России к соглашению. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какое влияние оказывает настоящая политическая ситуация на экономическую составляющую членства России в ВТО? Ну, влияние не позитивное, это точно совершенно. Уже не раз мы говорили, что вот санкции, которые против нас вели, секторальные торгово-экономические санкции, они подрывают принципы и дух. Всемирно-торговые организации, соглашения, которые в ее рамках были заключены, не раз говорили о том, что те планы, которые еще администрация Обама вынашивала по созданию региональных торгово-экономических блоков закрытого характера, тоже создают риски для глобальной открытой торговой системы, воплощенной во всемирной торговой организации. Ну и, безусловно, сейчас, когда мы вынуждены были в ответ на абсолютно нелегитимные санкции Евросоюза и США предпринять ответные меры, встречные меры, возникает достаточно много торговых споров, которые в нынешней ситуации не очень просто рассматривать. Мы всегда за то, чтобы любые споры урегулировались на основе взаимоприемлемых договоренностей, за пределами каких-то арбитражных процедур, но не всегда это получается. Так что короткий ответ да, это не помогает эффективному использованию тех преимуществ, которые однозначно есть для Российской Федерации в случае нормального функционирования всех механизмов Всемирной торговой организации. Спасибо большое. Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Бабок Ермолай. Первый курс международно-правового факультета. Я гражданин Республики Беларусь и меня интересует следующий вопрос. Недавно в Польше был принят закон, предусматривающий снос памятников советского периода, в том числе порядка нескольких сотен памятников солдатам Красной Армии, тем солдатам, которые ценой своей жизни освободили от фашизма и саму Польшу, и всю Европу. Такое вопиющее решение является оскорбительным и для России, и для всех других стран, участвовавших в борьбе с фашизмом. В чем, на Ваш взгляд, причина такого поведения со стороны Польши и каким образом можно было бы предотвратить негативные последствия от подобных действий? Причина, по-моему, тех, кто заводит националистические настроения в польском обществе, кто переписывает историю очень старательно, кто пытается возродить польский такой национализм опять-таки с позиции исключительности преподносимой, кто пытается свалить вину за все польские беды на нашу страну, включая мероприятия, которые сейчас проводятся с целью преподнести пакт Молотова-Риббентропа как начало и реальную причину Второй мировой войны, забывая о том, что когда был Мюнхенский сговор и когда Чехию, Чехословакию поделили, Польша молча забрала себе очень лакомый кусочек. И то, что это явилось очень серьезным толчком к тому, чтобы создавать конфликтный потенциал в Европе, в Польше предпочитают не говорить. Так же, как предпочитают не говорить о том, что задолго до пакта Молотова-Риббентропа и Великобритании и Франции заключили свои схожие договоренности с гитлеровской Германией. Я уже не буду брать более древнюю историю, те времена, когда Польша продвигала идеи Троеморья, опять-таки, стремясь упрощить свое влияние по периметру наших границ, не говоря про то, когда Польша внутри Российской Федерации, Россия пыталась укреплять за счет наших земель свои позиции. Понимаете, у нас есть с поляками совместная комиссия историков. У каждой страны есть полное право иметь свой взгляд на свою историю, на историю своих соседей, на историю своих отношений с другими странами. Эта комиссия работала достаточно продуктивно, даже на каком-то этапе выходили они на совместные статьи, а по-моему и совместный учебник был о каком-то конкретном периоде. Да, была, о значительном периоде наших отношений между Россией, Советским Союзом и Польшей. Сейчас Польша заморозила все без исключения форматы нашего общения и комиссии, которые существовали под эгидой министров иностранных дел с участием других ведомств и целый ряд других каналов и пытается сохранение формальной на бумаге этой комиссии историков использовать для того, чтобы навязывать свои представления о происходящем. Но в ситуации, когда происходит то, о чем вы упомянули, с чего вы начали свой вопрос, это абсолютно неприемлемо. И вы знаете, у поляков же много проблем, связанных с интерпретацией событий Второй мировой войны, далеко не только с нами. Вот недавно у них были проблемы с украинцами, где на кладбище во Львове были обезображены вандалами могилы, но правда украинская сторона не нашла ничего лучше, как опять нас в этом обвинить, что польские захоронения были осквернены российскими бандитами во Львове. Вот, поэтому я считаю, что привносить вот эти исторические фантазии в сегодняшнюю реальную политику очень опасны. В Польше ощущается реальное промывание мозгов населения в ключе, который будет однозначно антироссийским. И параллельные заявления о том, что мы с вами готовы общаться и давайте встречаться, но на таком фоне это просто невозможно. Вот постоянно раздувается вранье в связи с этой трагедией, которая произошла в апреле 2010 года, когда самолет президента Польши Гаха Качинского с большим количеством представителей руководства разбился под Смоленском, задев за березу в условиях плохой видимости, когда все рекомендовали не заходить на посадку. Там все давно уже установлено. Пытаются сейчас делать какие-то абсурдные заявления о том, что обнаружены следы каких-то взрывчатых веществ на крыльях этого самолета. Все давным-давно было согласовано и завизировано и подписано нашими польскими коллегами. Поэтому мне трудно здесь что-то добавить. Я вижу просто одержимость тем, чтобы создать в обществе атмосферу полного неприятия всего, что связано с Россией. Это плохо, это абсолютно не соответствует тем принципам, под которыми Польша подписалась, вступая в ООН, когда создавалась Организация безопасности сотрудничества в Европе. На это обращают внимание, в том числе в той же ОБСЕ. Потихонечку начинают критиковать, надеюсь, что если это продолжится, то будут критиковать за подобные националистические ультра настроения и более серьезные. Спасибо за ответ. Здравствуйте, Сергей Викторович. Я студент первого курса факультета международных отношений. Уважаемый Сергей Викторович, говоря о будущем российской дипломатии, что должно стать ее основой для притворения в жизнь нашего внешнеполитического курса? и есть ли неэффективные более методы, которые необходимо было бы исключить? Спасибо. Которые исключить необходимо было бы? Да, повторюсь, с другими словами. Неэффективные методы? Да, методы, которые отжили уже свое. Ну, если говорить в таком политическом плане, в том, что касается политических методов, то я уже упоминал, что методы диктата и ультиматума и санкций тоже свое отживают. Для меня они уже, по сути дела, должны считаться отжившими. Потому что когда нам сейчас, я почему говорю про санкции как часть дипломатии, когда сейчас идет дискуссия вокруг Северной Кореи и что с ней делать, и когда мы и китайцы говорим, что все возможные санкции, которые были нацелены на то, чтобы не дать Северной Корее использовать как-то внешние связи для развития запрещенных ей Советом Безопасности ракетных и ядерных программ, все мыслимые санкции и даже уже немыслимые, которые напрямую мало относятся к этим сферам жизнедеятельности КНДР, уже приняты Советом Безопасности. В дополнение приняты односторонние санкции, которые мы в принципе считаем абсолютно нелегитимными. Если есть санкции Совбеза по одному вопросу, о котором договорились, то участник этой договоренности не имеет ни морального, я считаю, и они должны и юридического права сверх этого что-то делать, потому что коллективные санкции, решение Советой безопасности обязательно для всех. И по моему убеждению, нельзя от него ничего не отнять, то есть не выполнять что-то из того, что согласовано, но нельзя к нему ничего и прибавлять. Тем не менее, и вот когда мы сейчас с Китаем говорим, что практически методы давления исчерпаны, давайте как-то придумывать условия, чтобы сесть за стол переговоров, нам говорят, нет, вы знаете, мы не хотим военного решения, как и Россия, Китай тоже, конечно, никого военного решения не приемлют, но чтобы этого не было, нужно продолжить дипломатию. Мы говорим, как, ну вот санкции дополнительные принять, то есть наши западные партнеры в своем менталитете санкциям определяют место дипломатического инструмента, вот от них надо отказаться, равно как от ультиматумов, потому что ну за американцами это стало водиться достаточно уже какое-то время, а сейчас европейцы к этому стали привыкать, как только они выносят свое предложение, которое явно сформулировано в одностороннем ключе и не отражает интересов того, кому это предложение делается, и когда мы говорим, ну давайте сядем поговорим, или не только мы, другие тоже говорят, давайте обсудим, нет, это долго, вот санкции, чтобы вы поняли поскорее. Так сейчас, кстати, пытаются действовать и в отношении Южного Судана, который администрация Обама сознательно отколола от Судана Большого, который она выпистывала, а сейчас в этом Южном Судане ей что-то не понравилось, они сейчас против нее хотят принимать, против этой Республики Южный Судан новые санкции. То есть, ну по принципу, чего хочу, то ворочу. Это вроде тоже формально позиция, дипломатия, этому не место в дипломатии, а место в дипломатии культура консенсуса, культура поиска диалога. Ну знаете, как в любом обществе, как в любой семье в конце концов. Когда у вас настроение не очень хорошее, но вы хотите что-то добиться от товарища, от родственника, можно кричать, ну в зависимости от того, боится он вас или нет, он может согласиться или нет. Но лучше всего всегда подавить в себе какие-то нервные потуги и начать договариваться. Еще раз подчеркиваю, это гораздо дольше, чем кричать и надеяться, что кто-то дрогнет, но в подавляющем большинстве случаев это единственный путь. Если это брать с точки зрения современных технологий, то, конечно, их надо осваивать, это и социальные сети, это и вообще электронные почты как средства доставки информации, многое другое. И по мере развития нового технологического уклада эти возможности будут только расширяться. но это никогда не заменит человеческой прямой дипломатией через общение. По двум причинам. Во-первых, сейчас столько хакеров и всяких утечек, а они гораздо легче происходят именно в электронных средствах массовой информации, нежели утекают с традиционных носителей информации. Так что многие будут опасаться слишком много доверять вот этим новым технологиям, по крайней мере из самых деликатных вещей. А второе, почему нельзя этим все заменить, просто потому, что ничем не заменить ситуацию, когда ты смотришь человеку в глаза и когда ты понимаешь, он отвечает тебе искренне или думает, как ему на твит, на твой сформулировать реакцию. Вот, по-моему, так. А из того, что ошибочно, это в каждом случае отдельно получается. Кто-то когда-то ошибся в Совете Безопасности ООН и в Северный и на Корейском полуострове появились американские войска в начале 50-х годов под названием Войска ООН. Это уже конкретные ошибки, это надо рассматривать историю дипломатии в каждом конкретном случае. Спасибо огромное. Сергей Сергеевич, у нас сколько еще времени вопросов есть? Ну, можно еще пока. Мы час только работаем. Да, час. Но еще можно. Пожалуйста. Пожалуйста, ребята. Здравствуйте, Сергей Викторович, Вензин Сергей, студент направления международных отношений факультета управления политики. В течение этого года мы наблюдаем тревожные сведения о настроениях новой американской администрации по выходу из парижских соглашений. Это происходит судя по всему, потому что эти соглашения не соответствуют интересам американской элиты. И в связи с тем, что и вы говорили в своей речи об этом, и это мы наблюдаем уже не одно десятилетие, что очень часто для США не являются источниками ограничения их власти какие-то международные нормы или устав ООН. Какие рычаги должны быть созданы или вообще какими способами можно воздействовать в частности на Соединенные Штаты Америки, чтобы решать общие мировые важные вопросы, которые просто необходимы для всего человечества? Я убежден, что только диалог и открытость к диалогу на основе равноправия, готовность услышать реальные озабоченности, которые Соединенные Штаты побудили выходить из парижских соглашений, собственно, как готовность и необходимость услышать реальные озабоченности любой страны, которая меняет свое отношение к тому или иному международному документу. Это не первый раз происходит. Вот Барак Обама баллотировался с обещанием сделать несколько сугубо конкретных вещей. Закрыть нелегальную базу в Гуантанамо, чего он не сделал, и, среди прочего, ратифицировать договор о всеобъемлемом запрещении ядерных испытаний. Об этом он даже через пару лет перестал упоминать. Тоже этого не сделал. И это серьезная вещь, кстати, может быть, даже не менее серьезная, чем соглашение по климату. Но по большому счету это добровольное дело. В том-то и сила международных договоров и конвенций, что к ним присоединяются добровольно. И страна, которая увидела, что вырисовывается текст, который не учитывает ее интересы, вполне вправе не присоединиться, как многие не присоединяются к статуту Международного уголовного суда, например. И мы, кстати, подписав его, не ратифицировав очень долго, присматривались, как он будет работать. В итоге отозвали свою подпись, потому что он абсолютно, этот суд, его обвинитель, повел себя просто неадекватным образом, отказавшись рассматривать жалобы жителей Южной Осетии на то, как они подверглись нападению грузинской армии. Просто отказался рассматривать. А вместо этого сказал, что будем рассматривать, как юго-осетины действовали по отношению к напавшим на них грузинам. Но возвращаясь к парижскому документу, он ведь рамочный, он не прямого действия. И мы четко сказали при подписании, что мы будем рассматривать вопрос о его ратификации в зависимости от того, какой сложится механизм его реализации. Предусмотрено, что подписавшие страны начинают после того, как эта рамочная договоренность будет одобрена, начинается процесс переговоров о том, что конкретно она означает, в том числе какие доли сокращений выбросов и как они будут и кем контролироваться. Это самое главное, потому что пока это так по большому счету конкретизированный лозунг, там нет механизма его имплементации. И мы будем ждать, пока этот механизм будет согласован, посмотрим, насколько удастся его сделать понятным, насколько сделать удастся его отвечающим нашим интересам и, наверное, интересам других государств, насколько он будет жизнеспособен. Поэтому повторю еще раз, это абсолютное право страны подвесить свое присоединение к той или иной международной конвенции. Но при всех обстоятельствах нужно разговаривать, нужно убеждать. И президент Трамп при окласти обещал пересмотреть многие сферы внешней политики и в военно-политической области, в экономической, в торговой, в сфере экологии, еще формируется только позиция администрации, ей не дают нормально работать, хотят сделать все, чтобы эта администрация так и осталась в таком, извиняюсь, нерабочем состоянии. Несколько сотен чиновников второго уровня, которые заместители и ниже глав ведомств, не только не назначены, а даже их кандидатуры в Конгресс не внесены, потому что пытаются связать руки, пытаются придумывать то какие-то российские вмешательства, то связи Трампа с Россией, связи его семьи с Россией, ни единого, вот скоро уже будет 10 месяцев, как эта тема играет в Средневеком Штатах, она прям накануне дня голосования, ни единого факта никто на стол не положил. Просто я считаю это стыдно для взрослых людей, которые занимают не самые последние посты в исполнительной, судебной и законодательной власти Соединенных Штатов. Спасибо. Уважаемый Сергей Ветрович, здравствуйте, меня зовут Максим Ветрик, и я студент первого курса факультета международных отношений. И вот мой вопрос. Встреча двух президентов США и России, безусловно, стала одной из главных интриг саммита Большой Дотсадки. Ранее вы заявляли, что эта встреча внесет ясность в будущие отношения этих двух стран. Оправдались ли эти ожидания и что изменится в российско-американских отношениях? Спасибо. Да, я считаю, что встреча внесла, ну, стопроцентную ясность никто никогда ни в какой вопрос не может внести, хоть встречайся миллион раз, а не один раз. Но стало яснее, стало яснее, что президент Трамп, как он сам заявил неоднократно и после встречи и совсем недавно заинтересован в нормализации отношений с Российской Федерацией. Это встречное желание. У нас точно такая же позиция. И мы готовы двигаться с той скоростью и на ту глубину, которые будут комфортны для администрации Трамп. Мы понимаем, что их пытаются сейчас просто поджарить по каждому поводу, извините за жаргон, и не считаем необходимым как-то активничать на американском направлении, но понимаем, что администрацию хотят просто подрубить. И в этом контексте рассматриваем эти санкционные действия, которые Конгресс навязывает Дональду Трампу. Это теперь уже ни у кого сомнений не вызывает. Принятие закона, который он даже не только, а может быть, он и не столько направлен против России, который вот был принят, сколько он направлен на достижение той же самой цели связать Трампу руки, не позволить ему в полной мере использовать свои конституционные полномочия в сфере внешней политики. Поэтому жизнь, она никогда не бывает одноцветной, она всегда богаче гораздо, и диалектика нас учит, замечая неприемлемое, и учитывая то, что делается в отношении тебя враждебного, делать выводы о своей реакции, но реакция должна быть такой, чтобы ты в дополнении к нанесенному тебе ущербу сам себе еще дополнительно не навредил. Но, естественно, при этом мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами. Спасибо. Здравствуйте, Сергей Викторович, Гайнулина Дина, первый курс факультет прикладной экономики и коммерции профиль международной экономико-экологические процессы. Спасибо за возможность задать вам интересующий вопрос. Каковы на сегодняшний день позиции и роли России в международном экологическом сотрудничестве? Ну, я этого только что коснулся. Мы часть Парижского соглашения по климату, но хотим, чтобы это соглашение обрело очертание, которое позволит уже судить о том, насколько эффективно оно будет исполняться. Волею судеб после того, как исчез, распустился Советский Союз, когда у нас промышленность лежала на боку, как говорится, и после этого восстанавливалась очень непросто, а восстанавливалась уже с использованием современных экологических технологий, у нас сейчас количество выбросов углекислого газа в атмосферу, ну, такое, что мы без каких-либо, без какого-либо напряжения к 2030 году не только достигнем той доли, которую как бы нам предстоит достичь, уровня, который предстоит достичь, но и будем гораздо ниже этой квоты. Поэтому у нас объективно позиции вот в том, что касается проблемы изменения климата, позиции очень хорошие, прочные, честные. Хотя, повторяю, нам помогла вот ситуация, когда у нас был глубокий кризис после распада Советского Союза. В принципе, мы за то, чтобы экологическое сотрудничество развивалось и углублялось, но чтобы оно развивалось и углублялось не на основе каких-то панических, однозначных утверждений и требований, а на основе научного анализа. По тому же изменению климата в последнее время появилась масса глубоких научных статей, которые анализируют состояние климата планеты за несколько тысячелетий. И я не специалист, но наверняка те, кто принимает решение сегодня, должны быть знакомы с этими исследованиями. Мне кто-то сказал, что есть школа мысли, таких, знаете, скептиков, которые считают, что вот эти вот требования внедрения срочного новых дорогостоящих технологий, иначе, мол, там планета перегреется и наступит коллапс, очень напоминает, помните, был, может быть, и не помните, была такая проблема 2000 года, когда накануне нового тысячелетия огромное количество людей подчеркивали необходимость срочно закупать новые компьютеры, потому что старые компьютеры при вот этих вот трех нулях, они просто выключатся. И кто-то продал очень неплохую партию этих компьютеров по всему миру, потом, когда выяснилось, что старые компьютеры прекрасно пережили новогоднюю ночь, ну, забыли все. Но проблема такая была. Я не хочу сказать, что то же самое происходит со изменением климата, отнюдь нет. Просто массив научного анализа, который сейчас появляется, про вот повторю, тысячелетний ряд наблюдений. Наблюдений можно и по-разному. когда в Антарктиде нашли замерзшую воду подземного озера, это тоже помогло сделать выводы, которые касаются анализа изменения климата многие-многие тысячелетия назад. Поэтому за научный подход да. Но в принципе, конечно, сейчас и президент показывает всем пример та же борьба со свалками. Это ведь тоже экология. для нас она гораздо важнее, по-моему, чем вот сейчас понять, насколько будет важно понижать нашу долю выбросов углекислого газа. Поэтому к экологии подходим комплексно. И заверяю вас, что на международных конференциях по окружающей среде нашу позицию воспринимают с большим уважением. У нас много идей, много предложений, которые в конечном счете становятся предметом международной договоренности. Спасибо большое. Здравствуйте, Сергей Викторович. Я Татьяна Гусева, студентка первого курса факультета прикладной экономики и коммерции. Сергей Викторович, для многих студентов вы сегодня кумир и на вас равняются. Скажите, кто был кумиром для вас, когда вы были студентом? Спасибо. Это не очень, наверное, будет правильно. У меня было много кумиров. Мы тогда таким словом не оперировали, относили его к разряду билетристики, но были люди, которых мы считали примером, на которых хотели быть похожими. Евгений Максимович Примаков, это, несомненно, один из них. Было... Не хочу сейчас никого обидеть. Кумир, это, наверное, что-то такое заоблачное, а люди, на которых равнялись, наверное, их фамилии ничего не скажут и не буду перечислять, чтобы не забыть кого-то и не обидеть. Это те, кто меня учил работать, когда я пришел и после МГИМО, сначала на пару месяцев в МИД, а потом поехал в Шри-Ланку. Я им всем очень благодарен, я до сих пор со многими из них встречаюсь, общаюсь, так что у вас здесь тоже есть учителя, которые будут наверняка вам помниться долго после того, как вы успешно закончите это прекрасное учебное заведение и будете работать. Спасибо большое. Добрый день. Игнатенко Николаев, факультет управления политики. Сергей Викторович, недавно были новости о том, что парламент Молдовы отправил запрос в ООН о выводе российских миротворцев из Приднестровья, на что президент Приднестровья ответил, что вероятнее всего в этом случае будет война. Как вы оцениваете эту ситуацию и каков риск опострения конфликта? Я не думаю, что нужно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдовского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья. Вот те, кто это подсказал молдовскому правительству, они хотят войны. Между нами и Украиной, между нами и Молдовой. Это линия на сдерживание России, как говорится, ничего личного, и санкции оттуда, и все остальное оттуда. Наши военнослужащие находятся в Приднестровье на основе соглашений, которые были заключены вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х удалось погасить благодаря российской, кстати, армии. После этого соответствующее подразделение российской армии было преобразовано в объединенную группу российских войск в Приднестровье с единственной целью охранять колоссальные запасы боеприпасов на складах в местечке в Приднестровье, которое называется Колбасно. И параллельно были созданы миротворческие силы, в которые тоже вошли наши военнослужащие, которые занимаются как бы поддержанием стабильности на Днестре. С тех пор, как эти вот решения были приняты, ни единого срыва в силовые какие-то акции в Приднестровье не происходило. Там были напряженные инциденты, но никогда никто ни в кого не стрелял. И все понимали, что вывод нашей группы войск, который охраняет склады с боеприпасами, зависит от того, насколько успешно будет решаться вопрос политического регулирования. Потому что население Приднестровья, после того, как они почувствовали горячую войну с Молдовой, которая была остановлена, они сказали, мы никуда не отпустим этих военнослужащих, это оружие не дадим вывезти, пока нам не предоставят те права, о которых договорились. И там буквально на рельсы ложились мирные граждане. И когда пошел в 2003 году процесс подготовки планового регулирования, в соответствии с которым в рамках территориально-целостной Молдовы Приднестровья получала особый статус, за тот период, пока это соглашение готовилось, в 2003 году, вывезли половину того, что лежало на этих складах. И все было нормально. И вывезли бы давным-давно все остальное, если бы уже парафированный текст соглашения тогдашний президент Молдова Воронин не отказался подписать, потому что ему позвонили из Брюсселя. Все это знают. Вот, собственно говоря, почему там находятся наши военнослужащие. Миротворцы понятно, а военнослужащие уйдут, как только будут созданы условия для того, чтобы можно было вывести вот это смертоносное запасы. А так, без какого-либо... Причем те люди, которые подсказывают Молдове вот эти конфронтационные действия, именно они тормозят работу группы 5 плюс 2, которая создана под эгидом БСЕ, которая занимается урегулированием. Им не нужно урегулирование, им нужно что-то сделать неприятное для Российской Федерации опять втянуть нас в какую-нибудь очередную кризисную ситуацию. Спасибо. Здравствуйте, уважаемый Сергей Викторович. Я хотела вас поблагодарить за поздравление. Меня зовут Кудрявцева Юлия, я студентка Международного института энергетической политики по направлению международно-экономические отношения. В 2018 году будут выборы президента. На сегодняшний день таких ярких, сильных и харизматичных личностей, как вы, которые смогли бы взять ответственность за страну и повести за собой народ, не так уж и много. Рассматриваете ли вы себя как кандидатуру для выборов? Нет, не рассматриваю. Скажу откровенно, не в порядке лезть, а в порядке искреннего заявления. Мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным. И я вижу, что у нас есть еще целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте. И то, что наше министерство активно этим занимается, я считаю, самым главным в своей жизни. спасибо. Доброе утро, Сергей Викторович, меня зовут Елена Марчан, я являюсь студенткой Европейского учебного института МГИМО. Спасибо большое за такое удовольствие послушать вас этим утром. И все мы знаем, что в октябре в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и МГИМО тоже активно интегрировано в подготовку. Хотелось бы вас спросить, планируете ли вы посетить фестиваль? Планирую посетить фестиваль, там сейчас решается логистическая часть этой темы, потому что одновременно там будет проводиться дискуссионный клуб, проводиться свои заседания дискуссионный клуб в Алдай, но стараемся, и там будут иностранные гости, с которыми придется переговоры проводить, но стараемся планировать таким образом, чтобы все это посмотреть и пообщаться с участниками фестиваля обязательно. Спасибо большое. Уважаемый Сергей Викторович, меня зовут Семенов Александр, я студент первого курса Международного Института энергетической политики и дипломатии направления международных отношений. В ответе на один из вопросов вы упомянули Иран как партнер России. Некоторое время назад в Вестнике ВПК была размещена информация о проекте создания Ираном и России судоходного канала из Каспии в Персидский залив. Вы можете прокомментировать какую-то информацию о реализации этого проекта и какие выгоды может получить и Россия от создания данного канала и какие возможные прошу прощения какое сопротивление может встретить данный проект в мировом сообществе? Проще было остановиться на первом вопросе могу ли я подтвердить я этого не знаю остальные вопросы просто наверное не актуальны но идеи такие наверняка вполне могут где-то витать у кого-то в головах сейчас вообще каналы такая модная тема вот наши никарагландские друзья хотят параллельно панамскому каналу через свою территорию рыть канал там даже уже всерьез обсуждается про канал о котором вы упомянули вообще ничего не слышал слышал на каком-то этапе были идеи построить канал между черным и Каспийским морями но научная проработка этой темы показала ее рискованность и вот сегодня буквально прочитал что на Украине открыто голосование в интернете за то чтобы прорыть канал отделив территориально физически Крым от Украины так что появляются такие идеи спасибо здравствуйте Сергей Викторович меня зовут Клюшкина Алиса я студентка МП первый курс скажите пожалуйста какие действия какие шаги в международной политике должна предпринять Россия для укрепления курса национальной валюты вы знаете это совсем не моя специальность я не хочу давать дилетантских советов мне кажется у нас курс валюты после известных резких падений стабилизировался и то что я читаю в различных публикациях в том числе на западе это всеми признается как дальше будет развиваться дело я пока вам сказать не могу но следите за тем как специалисты это комментируют спасибо большое здравствуйте Сергей Викторович я Артамонова Ульяна студентка магистратуры российско-французского отделения мировая политика это большая честь сегодня иметь возможность не только слушать вас но и говорить с вами вы известны всем не только как наш министр иностранных дел но и многогранная личность вы автор стихов ваше выступление мгновенно разбирают на цитаты потому что у вас свой индивидуальный стиль характеризующийся виртуозным владением речью и остроумием я понял на что вы намекаете еще не все вот а я как студентка пока что не могу не задаваться вопросом как занимаясь профессионально любимым делом которое и увлекает и требует максимальной отдачи не дать ему полностью себя поглотить а суметь сохранить разнообразие внутреннего мира и свою индивидуальность и как в погоне за совершенством не переступить грай между профессионализмом и обезличенностью не могли бы вы опираясь на ваш опыт дать мне и моим товарищам совет очень трудно трудно проводить психоанализ самого себя и я для меня всегда работа была на первом месте но только пожалуйста не передавайте об этом в средствах массовой информации прошу всех присутствующих журналистов и не руководствуйтесь этим в своей жизни для меня всегда работа была на первом месте и поэтому всегда я никогда не переходил к каким-то досугам извините за такое выражение пока не сделаю всю работу которая у меня там либо на столе либо в командировке и так далее но вот сейчас наступает то что я прошу не распространять я это делал состервенением желая вот даже может быть иногда в ущерб качеству закончить поскорее спасибо добрый день Сергей Викторович меня зовут Меньшов Константин студент первого курса кафедры экологии в ПЭК мой вопрос касается одной из острейших проблем современного мира а именно ситуации вокруг корейского полуострова как вы знаете за последние полгода ситуация резко накалилась и за счет участившихся ракетных запусков совершаемых Корейской Республикой Северной и резкой реакцией Соединенных Штатах Америки в то же время Россия приподнимает все попытки сохранить мир и как вы думаете сможет ли Россия не допустить военного вмешательства Соединенных Штатов в дела корейских стран ну одна Россия не сможет конечно же здесь надо опираться на здравый смысл многих государств прежде всего у нас с Китайской Народной Республикой есть совместные подходы совместные инициативы она была закреплена в заявлении министров иностранных дел России и Китая 4 июля когда здесь был с визитом представитель КНР Си Цзиньпин оно распространено в ООН в сайте безопасности в генеральной ассамблее и во всех резолюциях мы напоминаем о том что во всех резолюциях которыми вводились санкции Совета безопасности обязательно есть положение о том что необходимо добиваться мирного решения возобновления переговоров и так далее и тому подобное сейчас мы оказались в ситуации когда как мы и предупреждали это спираль конфронтации она начинает раскручиваться уже очень опасным образом и последовательность воспроизводится одна и та же откуда угодно можно начать запуск ракеты или ядерные испытания резолюции с санкциями потом очередные учения Соединенных Штатов и Республики Корея новый запуск в ответ на эти учения новая резолюция и так далее мы предложили поддержать последовательный подход к разрядке напряженности и в этом контексте поддержали китайскую инициативу так называемой двойной заморозки Северная Корея замораживает все свои запуски и испытания США и Южная Корея прекращают или даже резко сокращают масштабы даже может быть не прекращая полностью своих военных учений американцы нам сказали это мы еще говорили Джону Керри они нам сказали то же самое что сейчас повторяют в администрации Трампа это неравноценное предложение потому что запуски ядерные испытания Северной Кореи запрещены Советом Безопасности а военные учения это абсолютно легитимная вещь но на это мы отвечаем да если упираться в такую легалистскую логику конечно никто вас не обвиняет в том что вы нарушаете международные права но если дело идет к войне а американцы сами признают что военные опции в них остается в очень активной разработке то тогда наверное если войну мы хотим предотвратить первый шаг должен сделать тот кто умнее и сильнее и тут не может быть сомнений кто в этой паре обладает такими качествами хотя кто знает но но вот министр обороны США Мэттис несколько раз говорил чтобы военное решение этой ситуации будет сопряжено с колоссальными человеческими жертвами нам американцы это тоже подтверждают мы у них спрашиваем ну и как эти же жертвы будут прежде всего среди ваших союзников Японии Южной Кореи они говорят ну вот так намекают может быть ситуация когда не останется другого выбора это это жуткий совершенно вариант развития событий поэтому будем будем все таки добиваться того чтобы эти переговоры возобновить мы знаем что американцы по какому-то такому полу скрытому полуофициальному полуакадемическому каналу разговаривают с представителем Пхеньяна не будем иметь ничего против наоборот будем только за если они договорятся о какой-то деэскалации чтобы все остыли сели за стол переговоров и начали говорить у нас есть общая цель денуклеаризация корейского полуострова чтобы ни на севере не было ядерного оружия чтобы ни на юге не было ни своего не американского ядерного оружия но также нужно признать что любая страна включая Северную Корею имеет право на гарантии безопасности много же было угроз что там режим сменят объединят ее насильно с Южной Кореей в этом смысле мне очень стало приятно если хотите услышать как Рекс Тилерсон недавно выступил с инициативой четырех нет нет применению силы нет смене режима нет ускоренному объединению Северной и Южной Кореи и нет там чему-то еще в общем правильные слова но к сожалению пока вот никак они не переведутся в какие-то шаги которые можно было бы использовать чтобы их эти переговоры начать мы стараемся по своим каналам со всеми участниками вот таких так называемых шестисторонних переговоров две Кореи Китай США Россия Япония стараемся нащупать какие-то вещи которые позволят всем нам все-таки разработать нечто функциональное и увести ситуацию в сторону этих обоюдных военных угроз конечно это будет предполагать категорический отказ Северной Кореи от всяких испытаний и запусков ракет Благодарю за ответ Давайте еще по два вопроса с каждой стороны ладно Добрый день Сергей Викторович меня зовут Глазов Егор я являюсь студентом первого курса факультета управления и политики известный британский государственный деятель Уильям Гластон говорил главный принцип моей внешней политики это успешное управление внутри страны скажите пожалуйста как вы относитесь к этому высказыванию считаете ли его правильным или нет в любой в любой стране внешняя политика тем эффективнее чем сильнее эта страна экономически социально ну и конечно же в плане обеспечения собственной безопасности тут нет сомнений и то что сейчас наша внешняя политика набрала очень хороший ход вышла на очень хороший уровень и достигла высот на которых с Россией уже никто не может не считаться ну отличает нас от той ситуации которая была в 90-е годы когда у нас экономики просто не было социальная сфера была развалена так что это вот да у нас сейчас безусловно есть трудности сопряженные с известными обстоятельствами но по большому счету это экономика которая работоспособна это признается уже и всеми и мы это ощущаем на внешнеполитическом фронте нам нам легче работать с такой экономикой нежели с экономикой которая была в 90-е годы большое спасибо Сергей Викторович доброе утро меня зовут Грушко Екатерина я с факультета международных экономических отношений мой вопрос таков всем известно что у вас очень насыщенная и интересная биография вы побывали в многих странах вы знакомы со многими выдающимися личностями даже с главными других государств и мне бы интересно было знать какой момент в вашей жизни стал самым ярким и запомнившимся вам и стал вам уроком может быть станет нам будут уже студентам уроком вашей дипломатической жизни спасибо ну самые яркие моменты в моей жизни связаны не с дипломатической службой ну а в дипломатии в дипломатии знаете ну опять же не хочу как-то оказаться в ситуации когда я что-то забуду но много было моментов которые доставляют удовлетворение проделанной работой это и целый ряд двусторонних договоров которые мы заключили с соседними странами прежде всего в отношении ну или не прежде всего в том числе в отношении окончательного урегулирования проблемы границ это было важно после распада Советского Союза конечно это же это и вот договоренность по ядерной программе Ирана которая заняла многие годы сейчас надеюсь ее мы не позволим дать развалить хотя многие в Вашингтоне советуют это сделать поскорее это плохая идея она в общем-то встраивается не в логику обеспечения режима нераспространения ядерного оружия а она встраивается в логику поддержания управляемого хаоса как только где-то что-то намечается в конструктивном ключе те кто хочет ловить рыбку в мутной воде обязательно должны какую-то новую занозу туда вставить вспоминается также и вот та договоренность с Джоном Келли по Сирии год назад сразу после встречи двух президентов Путина и Обамы в Китае где они окончательно остававшуюся проблему концептуально согласовали на компромиссной основе нам было поручено положить это на бумагу это заняло какое-то время но документ был готов и это был настоящий прорыв если бы тогда американцы не оказались беспомощными в подавлении Джабхата Нусре я думаю сейчас бы сирийский кризис был бы уже в стадии абсолютно политического урегулирования без каких-либо силовых рецидивов ну и много еще просто поймите я так сходу не думал об этом мемары писать не собираюсь поэтому не систематизировал приятные в этой жизни спасибо большое добрый день Сергей Викторович меня зовут Артур Селезнев я студент международного правового факультета в первую очередь хочу сказать что для меня как и для всех присутствующих большая честь сегодня находиться тут слушать вашу речь и иметь возможность общаться с вами как уже отмечали многие эксперты в том числе и вы за последние несколько десятков лет ряд западных стран выработал систему дестабилизации и нарушения суверенитета более слабых беззащитных государств на протяжении последних 20-30 лет она успешно применялась в Восточной Европе и Ближнем Востоке Ирак Ливия и ряд других стран стали ее жертвами но сейчас с войной в Сирии а вернее с тем как ее президент Башар Асад при помощи Российской Федерации отбивает суверенитет и свободу своего народа многие увидели возможность обрушения этой злой и несправедливой системы верите ли вы что победа в Сирии станет принципиальным фактором в изменении устоявшей системы и именно ситуация на Ближнем Востоке если да то как по вашему мнению в какую сторону она изменится то что достижение регулирования в Сирии станет безусловно позитивным фактором не только для Ближнего Востока но и для всех международных отношений у меня сомнений нет по крайней мере это остановит череду вторжений грубейших которые произошли в Ираке без всякого обсуждения в Совете Безопасности в Ливии которое произошло в грубейшее нарушение того ограниченного мандата который Совет Безопасности выдал и в общем-то именно потому что Сирия это сейчас сейчас пошла по другому пути благодаря помощи в том числе и нашей это злит наших западных партнеров которые в стремлении сохранить удержать доминирование которым они наслаждались многие века вот идут на такие резкие движения на необдуманные поступки ведь кстати когда вот сейчас говорят они все сами рассуждают о том когда они против нас санкции снимут мы изначально сказали что эта тема нас не касается вы их вводили вы их снимаете мы обсуждать какие-то условия снятия санкций не собираемся но они сами в разговорах с собой с мировой общественностью с прессой со средствами массовой информации начинают говорить вот если бы только Россия выполнила минские договоренности хотя в минских договоренностях 10 раз упомянут киевский режим а Россия не упомянут сейчас кстати многие начинают понимать абсурдность этого условия в частности политики в Германии это уже публично говорят но тем не менее тем вот мы хотим снять санкции мы понимаем что с Россией нужно взаимодействовать без нее трудно решать многие проблемы но вот пусть она выполнит минских договоренностях потом вдруг стала появляться и тема Сирии вот если бы только Россия по Украине с нами посотрудничала а еще бы по Сирии перестала поддерживать Асада тогда мы санкции с нее и сняли понимаете это уже говорит о так по Фрейду они выдают правду о том что им не нравится все что касается хоть какой-то позитивной роли России и к сожалению таких людей к счастью становится все меньше и меньше но те кто пока вот придерживаются таких позиций они пока у власти и надолго останутся у власти поэтому нужно работать с теми кто такие позиции занимает но в более широком плане конечно это будет сигналом о том что нельзя диктовать больше в одностороннем порядке решения не учитывая мнения ни страны о которой идет речь ни тех стран которые также заинтересованы в том или ином вопросе но это не переломит тенденцию понимаете общие тенденции об этом в самом начале говорил конечно же к монокополярному миру но это будет это будет переход на эпоха если мы правильно оцениваем то что сейчас мы видим в международных отношениях но в рамках этой эпохи пока еще мы остаемся на восхождении к пику к пику сопротивления этой тенденции но пик недалек я так скажу и все больше и больше наших западных партнеров понимают что нужно не то что смириться с объективностью а нужно просто понять реальные тенденции современности и понять что свои национальные интересы тем же западным странам гораздо проще и эффективнее обеспечивать идя в ногу с этой тенденцией а не против течения спасибо большое еще один вопрос последний вопрос пожалуйста здравствуйте Сергей Викторович меня зовут Елизавета Гусь я ученица факультета международных отношений направления дипломатии политика зарубежных стран мой вопрос последний если бы я знала заранее я бы придумала что-нибудь повеселее так как все-таки заканчивать лучше на положительной ноте но мой вопрос заключается в следующем как известно история развивается по спирали и как вы думаете в истории российского государства и российской дипломатии были ли периоды которые схожи с современной ситуацией ну идентичного никогда не бывает ничего но как говорится она повторяется история несколько раз периоды когда нас сдерживали да их очень много в нашей истории и можно их даже не перечислять если вы историей занимаетесь вы их все знаете но была у нас и смута были у нас и захватчики на нашей территории никогда это не заканчивалось тем что наш народ пропадал и что наш народ смирялся всегда находил себе силы раньше или позже ли в горячей войне как это было в Великой Отечественной и в войне 12-го года это было решительной и резкой национально-освободительной борьбой защитой своей родины в других ситуациях требовалось больше времени и может быть другой вид мужества больше связанный с терпением и созданием условий для того чтобы ты возобладал я думаю что и сейчас терпение нам не занимать горячей войны никто не хочет и мы не собираемся в ней участвовать но видя то что происходит вокруг конечно мы должны иметь вооружение армию флот воздушно-космические силы которые соответствуют современным реалиям и сейчас я просто читаю многие западные материалы открытые они сейчас об этом пишут аналитические заметки во всяких военных журналах они признают что это суперсовременная армия суперсовременный воздушный флот конечно и самое то что их поражает что и военно-морской флот это не для того мы говорим чтобы кого-то провоцировать на гонку вооружений или на то чтобы испытать нас на прочность просто в ситуации когда слабо вооруженная страна становится реально объектом объектом поглощения не в юридическом плане не в международном правом плане а в плане самостоятельности их достаточно много но повторю еще раз периодов когда нас пытались сдерживать было немало сдерживали разными способами включая военными но сдерживали и санкции это же не в первый раз санкции против нас применяются в таком масштабе вспомните в советское время если вы читали про ту историю тоже санкций было немало поэтому я считаю что самое главное помимо того что у нас есть огромная территория богатейшие в мире территории что у нас есть армии флот воздушно-космические силы у нас самый главный наш народ наши люди которые генетически впитали в себя вот нашу цивилизационную если хотите культуру нашу открытость ко всему миру при понимании что мы будем готовы разговаривать и дружить с теми кто хочет отвечать взаимностью на равноправной основе кто не будет со своим как это хотел сказать со своим самоваром втулу но в общем поняли вы меня кто не будет со своим уставом в наш монастырь приходить вот и эти качества я убежден их знают очень хорошо все те с кем общаются наши люди когда бывают за границей когда здесь гостей принимают очень рассчитываю что наши ваши коллеги из зарубежных государств во всей полноте участь бок о бок с нашими гражданами почувствуют эту великую черту нашего народа спасибо спасибо большое дорогие друзья ну я думаю что у нас замечательный начало учебного года блестящее выступление как всегда Сергея Викторовича и сегодня он посвятил нам два часа времени отвечая на вопросы студентов сократив максимально вступительную свою часть мне кажется это было настолько интересно настолько содержательно глубоко и профессионально компетент нужно не говоря о том что Сергей Викторович как мы знаем и как сегодня правильно кто-то из ребят говорил блестящий характер так что вам большое спасибо здоровья сил для того чтобы справиться с теми серьезными задачами которые ставят перед вами президент и отечество спасибо всем ребята успехов спасибо за субтитры спасибо за субтитры